В Холле Университета Внутренних Дел Лишь 10 дней, когда мобилизовался со срочной службы. Говорит, хочет лично поучаствовать в реформировании правоохранительной системы, став полицейским. Надеюсь, что-то будет более справедливое, более честное. И достойная заработная плата, хорошая. Госслужба – это всегда плюс. И тем более, охранять порядок в нашей стране в такое время – это очень нужная вещь. В Одессе прием анкет, как электронных, так и бумажных, закончится 20 мая. Примерно за месяц на службу в новую патрульную полицию изъявили желание поступить около 4 тысяч человек. Лишь 20-25% из них – действующие либо бывшие правоохранители. Так как девушки приходят, интересуются и очень хотят работать в новой полиции, и точно так же и парни. Ну и, в принципе, основной вопрос, который всех волнует, это, естественно, заработная плата, которую им будут платить. И что они будут делать, чем они будут заниматься. Какие тесты они будут проходить, что им для этого необходимо. И возьмут не меня. Вот это вот главный вопрос. А возьмут меня? Отбирать потенциальных полицейских будут в Киеве. Туда отправляют все анкеты. После первого этапа обучение продолжат 1200 человек. После того, как выбор будет, потому что после подачи заяви необходимо еще пройти тестирование психологическое, необходимо пройти переверку на физическую подготовку, на стан здоровья, специальная подготовка, а потом уже навчальный процесс. Навчальный процесс предназначается где-то в межах 2-2,5 месяцев. По предварительным планам обучение новых патрульных продлится до конца лета. Кто будет учить, станет известно позже, так как преподаватели тоже пройдут отбор с собеседованием. Кроме преподавательского состава вузов, в обучении могут принять участие и представители правозащитных организаций области.